Добрый день, уважаемые коллеги! 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 Сначала эти процедуры у нас проводились по времени от 20 до 30 минут с развитием 5-10 минут. И самым знаменательным событием, считаем, это 13 июля 2022 года, где Балахнин Павел Васильевич нам открыл мир в путь по ДКТ. Мы очень ему благодарны за это, считаем, что это было большим прогрессом, шансом применять новую методику. С 2022 года по 2024 год мы сделали относительно немного процедур. В основном это были биопсии легких в печени, сделали сравнительно мало криоблации. В основном это были криоблации метастазов в печени. Делали также селективную внутриартериальную химиинфузию. 22 случая это были химиинфузии в маточных артериях. И небольшие операции, которые мы проводили совместно со специалистами, с онкоурологами, с таракарными хирургами и хирургами. И первый случай клинический. Больная с диагнозом рак правой почки, опухолью, тромб нижней полой вены, жалоба на дискомфорт и боли в правой поечничной области, гематурия, ПКТ, гиповаскулярное образование с признаками прорастания в околопочечную клетчатку, чашно-лоханечную систему правой почки, правый мочеточник, опухолевый тромб в почечной вене с правой протяженностью 47 мм. Совместно на онкоконсилиуме была принята тактика пяти этапов. Сначала первый этап – подготовительный этап. Через подключичные бедренные вены под ультразвуковым контролем установлены интродюсеры 12 френчей по 0,35-му проводнику. Второй этап – это роботический этап. То есть была выполнена проботестированная нефрактомия почки с использованием системы DaVinci XI. И третий этап – это эндоскулярный этап. Это арест нижней полой вены с помощью двух баллонных катетеров RELAND, который используется при эндоскулярном протезировании брюшного отдела АООРТЫ. И затем выполнялась тромоктомия из нижней полой вены. И пятый этап – это заключительный этап – ПДКТ ангиопульмонография на контроль ТЭЛа. Вот представлен эндоскулярный этап, где заведены с двух доступов баллонные катетеры. Значит, видим опухоль ВТРОМБ нижней полой вены. Так это выглядело в рентгеноперационной. То есть благодаря тому, что у нас создана гибридная операционная, хватило места установить саму роботическую систему, всю бригаду разместить, соответственно. И уже этап раскрытия баллонных катетеров в нижней полой вены. Идет арест нижней полой вены. Арест составил 30 минут по времени. И, соответственно, в этом этапе был удален тромб из нижней полой вены. Затем постепенно был сдут нижний баллонный катетер. Выполнена селективная, активная тромбоаспирация из нижней полой вены. Был выполнен контроль на наличие мелких тромбов. Соответственно, далее баллоны были сдуты и выполнен ПДКТ-контроль. И второй клинический случай. Также совместно с онкоурологами. Больной 69 лет. Стариктура нижней трети левого мочеточника. Нефростома слева. Жалоба на невозможность самостоятельного мочеиспускания. Наличие цистостомы. Наличие нефростома слева. Больному заранее была выполнена антеградная пиелография, на которой четко мы не видим структуру мочеточника. Было принято провести данную операцию в условиях гибридной операционной. Было выполнено наложение КТ. Также сделано ПДКТ с установкой нефростома уже дальнейшей. Совместно с урологами. Затем провели ПОК с применением коронарных проводников, катетеров, провели рекоменализацию мочеточника. Выявили зону структуры, соответственно. И дальнейшим выполнялось лапароскопическое пластиком мочеточники и стентирование мочеточника под рентгеновским контролем. Из особенностей данной процедуры во время процедуры откололся край иглы и пришлось делать ПДКТ повторно. И с помощью ПДКТ и рентгенконтроля мы эту иглу нашли и благополучно убрали. И третий клинический случай, который нам получилось сделать. Больной 79 лет с опухоли правой почки. Онкоурологи отказались его оперировать. Отдали его нам на криоаблацию. ПОКТ в заднем сегменте правой почки видим образование размером 29 на 26 на 30 мм. Который выходит на контролем почки. И мы сделали ПДКТ. Селективная анграфия ПДКТ. И с помощью программного софта. Нидл гайденс. Соответственно сделали трассеры. Установили три крио-зонда. И сделали криоаблацию почки. И оценили край аблации с использованием фюжн-технологий, установленный в данной системе. Выводы представлены на слайде. Из основных выводов считаю, что развитие ПДКТ технологий считается очень важным. И может применяться не только в онкологии. Считаю, что нужно его применять в хирургии, в сердечно-сосудистой хирургии. Также в планах применения ПДКТ технологии при клипировании метрального клапана в нашей клинике. И при удалении инородных тел участникам специальной военной операции. Спасибо за внимание.